МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы узнаете в подробностях. До какого числа продлен режим повышенной готовности? Где на курорте обнаружили боеприпасы? А ДТП на улице объездной? Где временно ограничат движение и не только? Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении до 27 мая режима повышенной готовности, который позволяет сохранить некоторые ограничения в Краснодарском крае. Согласно документу, жители и гости региона по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, рассказали в пресс-службе краевой администрации. Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности находиться на самоизоляции. За минувшие майские праздники взрывотехники подразделений ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали и уничтожили 8 боеприпасов периода Великой Отечественной войны, найденных в разных районах края. Жители Анапы, Сочи, станицы Неберджаевской и хутора Ленинского Крымского района при проведении земельных работ на территории частных домовладений обнаружили предметы, внешне схожие с боеприпасами. О находках они сообщили в правоохранительные органы. Специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии после проведения обследования транспортировали боеприпасы и уничтожили их с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, в Анапе во время работ по благоустройству объекта рабочие обнаружили подозрительный предмет. Позже сотрудники Росгвардии установили, что это не представляющая опасности корпус 50-мм минометной мины. Взрывотехники передали предмет полицейским. В отеле «Альбатрос» прошла презентация книги стихов «Спешите смотреть рассветы» поэта Александра Зацепина. В мероприятии приняли участие депутаты Совета города-курорта, ветераны боевого братства, представители литературно-художественного объединения «Парус» и Центра армянской национальной культуры, студенты, музыканты. Руководитель боевого братства «Анапы» Вячеслав Бабунс рассказал об активной общественной деятельности Александра Зацепина. Председатель городского совета ветеранов Александр Смирнов, члены «Паруса» и боевого братства Геннадий Богданкевич, Владимир Борисов, Татьяна Буденкова, Валерий Валиев и Надежда Струнка поздравили поэта и отметили, что в своей книге он уделил много внимания патриотической тематике, посвятил стихи ветеранам Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. Поэт прочитал свои стихотворения «Ночь перед боем. Рассказ сержанта. Отец-победитель». А спонсор сегодняшнего выпуска новостей «Оптово-розничный комплекс. Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. «Оптово-розничный склад. Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. В Анапе отечественный автомобиль опрокинулся на бок. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Объездная. На побороде водитель не справился с управлением, машину опрокинуло. К счастью, к автомобилисту на помощь подоспели очевидцы. Совместными усилиями транспортное средство удалось вернуть в исходное положение. На участке дороги образовался небольшой затор. Предварительно в ДТП никто не пострадал. В Анапе временно ограничат движение на участках нескольких улиц. 15 мая с 7 до 16 часов во время проведения винного марафона будет ограничено движение на участках дорог, по которым проходит маршрут соревнований. По улице Горького от Астраханской до Красноармейской. По улице Гребенской от Набережной до Терской. По улице Краснодарской от Горького до переулка Котломского. По проспекту Пионерскому от проспекта Голубые Дали до улицы Кольцевой. По улице Ленина от Терской до проспекта Революции. По улице Крепостной от Астраханской до Верхней Набережной. По проспекту Революции от Ленина до Таманской. По улице Ленина от Пушкина до Крепостной. По улице Таманской от проспекта Революции до Крепостной. По улице Протапова от Астраханской до Верхней набережной. По улице Черноморской от проспекта Революции до Терской. По улице Таманской от переулка Крутого до улицы Дизайнерской. Автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее. Для спецтранспорта, полиции, скорой помощи, пожарной охраны, Росгвардии, службы спасения эти ограничения действовать не будут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салон красоты Натали предлагает широкий спектр услуг. Здесь каждая новчанка сможет почувствовать себя принцессой благодаря чуткому отношению профессиональных мастеров. А анапские мужчины наверняка ценят демократичные цены. Наш салон красоты Натали оказывает огромнейший спектр услуг. В том числе парикмахерские, косметические, услуги бровиста, услуги маникюриста, услуги мастера по педикюру, все виды массажа. Про качество я хочу сказать только одно. Наша цель – не зарабатывание денег, а дарить людям добро, чтобы они из нашего салона выходили счастливыми, красивыми и хотели вернуться снова сюда. В нашем салоне очень демократичные цены. То есть прайс очень радует наших клиентов. Поэтому добро пожаловать. Можно более подробно узнать по номеру телефона нашего салона, либо в Инстаграме. Помимо стрижек, окрашивания волос и укладок, как для взрослых, так и для детей, здесь проводят процедуры по ламинированию и наращиванию ресниц, коррекцию и окрашиванию бровей, восковую эпиляцию и не только. Рекомендую посетить салон Натали по адресу Новороссийская 281. Здесь работают настоящие профессионалы. Салон красоты Натали позволит вам выглядеть великолепно в любой момент. В салоне красоты Натали вы поймете, что красота не требует жертв. Красота требует профессионализма. В пятницу 14 мая нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Влажность воздуха составит 71%. Ветер подует с запада со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова